Открой глаза, все та же трещина в небес, в стекле окна. Всем привет, дамы и господа. Продолжим рассматривать данный вопрос. Ролик я назвал «Как отменялась адвокатская монополия». Но на самом деле, это я просто немножечко упростил, потому что еще никто ее не отменял. На самом деле, что произошло 3 сентября? Только лишь получила свое начало процедура внесения изменений в Конституцию по как раз таки отмене адвокатской монополии. Но вот какое-то такое большое страшное название делать не хотелось, поэтому сделал немного проще. То есть начался процесс изменений и соответственно отмены этой самой адвокатской монополии. Смотрите, было обсуждение Верховной Раде. И вот люди, если их послушать, этих народных депутатов, они в принципе делятся на две основные категории. Есть люди, которые понимают суть, понимают процесс. И почему-то вот эти люди, они поддерживают отмену адвокатской монополии. А есть еще одна категория людей, которые то в сути не разбираются, то в процессе не разбираются. Какие-то глупости абсолютные говорят. И непонятно, то ли они это говорят специально, то ли они просто не понимают, о чем они говорят. И я их, ну, наверное, блоками сделаю. Вот просто парочку депутатов, которые, в общем-то, поддерживают отмену адвокатской монополии. И вот что они говорят. Я думаю, что все мы в последние годы заткнулись с той монополией, которую попередняя влада пыталась создать в адвокатуре тоже. И если попередний выступающий сказал, что, на жаль, не приняли, я могу сказать от многих коллег, от многих граждан, слава Богу, что не приняли тот закон, который был вперед и собирался сделать реформу прокуратуры. Питания стояли, и у вас эти материалы на руках, щодо порядку денного внесения порядок денного, для того, чтобы передать на висновок Конституционного суду. Чи мы против того, чтобы такой важливый законопроект передався на висновок Конституционного суду? По-друге, что касается безусловия адвокатского монополии. Идется про доступ до правосудия. Мы понимаем, что Украина – это государство номер один в Европе, до которой очень много вопросов о доступе к правосудия. Поэтому мы даем больше возможностей нашим гражданам отримать все-таки справедливые правосудные решения. Первое и основное, что получится после отмены этой самой адвокатской монополии – это все-таки доступ к правосудию, то, о чем говорили предыдущие депутаты. Их я всецело поддерживаю. И они говорят и по сути верно, и по процедуре. Потому что там, я не буду вставлять, но очень многие еще депутаты выступали и говорили, «Мы не можем рассматривать этот закон, потому что там процедура». Да никто не рассматривает закон. Процедура такова, что сначала его надо… Вот то, что я же говорю, было 3 сентября. Начало самой процедуры. Для того, чтобы вообще начать эту процедуру, нужно проголосовать за внесение законопроекта в повестку дня и направление законопроекта в Конституционный суд. А все остальное будет потом. Обсуждение там, какие-то правки, переправки, возражения, альтернативные законопроекты – все это будет потом. Но многие депутаты даже этого не понимают. Потому что я же говорю, там были такие, которые говорят, нельзя сейчас за это голосовать. Это все там разрушится, поломается, взорвется и бла-бла-бла. Такой бред. Даже приблизительно процедуры не понимают. Ну и были, конечно, особо отличившиеся князевичи. У меня вопрос другого характера. На самом деле, институт так называемой монополии, хотя очень умовно, я бы рекомендовал все-таки отриматься от таких визначений в законах про внесение в Конституции, потому что они очень довольны отломать. Но это вопрос такого рода, ленивестичный. У меня вопрос другого характера. Нам, в Украине, запропонували вести такой институт, запропонувала вести Венецийская комиссия. Это вранье. Венецианская комиссия не предлагала такого института нам. Потому что Венецианская комиссия работает по-другому. Сначала вот вы, я так понимаю, Князевич тоже там был, наверное, в предыдущем созыве, я не проверял, но не важно. То есть предыдущая, короче, Верховная Рада. Вы создали законопроект и внесли туда эти нормы с адвокатской монополией и отправили его в Венецианскую комиссию. А сама Венецианская комиссия вам ничего не предлагала. Это вранье, Князевич. Князевич просто берет и нагло в лицо. Следующий у нас кто? Герасим. После того, как он будет спрямованный в Конституционный суд для отримания висновки, я рекомендовал начать широкое обговорение с экспертами, с общественностью, с адвокатами. Потому что, действительно, есть много моментов, которых мы не можем допустить. И один из ключевых это как раз существование безоплатной правовой помощи. Почему-то раньше Герасимов не задумывался о том, что когда они вводили адвокатскую монополию, что нужно это обсуждать с широкими верствами населення. МК же. Но при этом вот сейчас он говорит нужно это все обсуждать с адвокатами, с экспертами, а с юристами? Почему ты про... Вот что-то да, не про юристов молчали, не хотели с юристами обсуждать введение адвокатской монополии. Что сейчас он не хочет обсуждать с юристами этот вопрос? Молодец, Герасимов. Еще он там, я так понимаю, оговорился, он сказал, что нельзя допустить существование бесплатной правовой помощи. Наверное, хотел сказать, нельзя допустить отмену бесплатной правовой помощи. Видимо, такая оговорочка по Фрейду. Но, как бы, в данном законопроекте ничего не идет о этой системе бесплатной правовой помощи. То есть, Герасимов просто хочет вот так накинуть на это еще, знаете, такое чего-то от себя, чтобы показаться в глазах людей, что вот я защищаю бесплатную правовую помощь. Да ее никто не трогает, Герасимов. Не от кого защищать систему бесплатной правовой помощи, потому что никто не нападает на эту систему. Ну, надо же себе набить, наверное, политический этот рейтинг или что-то. Лубенец. Несмотря на то, что потом Лубенец рассказывал как бы правильные вещи, но вот эту фразу я его выдернул и вставил. Я надеюсь, что он просто как-то оговорился. Потому что то, что он гляпнул, это просто полный бред. Если человек хочет самостоятельно защищать себя в суде, то ему даже нет необходимости иметь юридическое образование. Это было так всегда и это есть так сейчас. А он вот говорит, что как так можно сделать, чтобы человек, который имеет юридическое образование, не мог сам себя защищать. И раньше он мог, и сейчас может. Надеюсь, что это просто ляп. Следующий у нас это вообще красота. Это пипа. Фракция Голос очень поддерживает идею такого закону, но считаю его сейчас недопроценностью. И мы, потому что не было времени внести другие альтернативные законопроекты. Мы считаем, что он потребует доопроценности. И, в том моменте, что возможность, что человек сейчас будет представлять себя в судах, а у нас в Украине очень низкая доверия к судам, что это не дорожит больше послуг адвокатов. Я раз десять переслушивал вот эту ее фразу. И я так и не нашел в ней логики. Во-первых, она говорит, законопроект недоработан. Как бы сам законопроект, вот если взять его, законопроект, он имеет определенную форму. он вот акусенький. Там, грубо говоря, написано выключить фразу вот такую. То есть из статьи 131 циферка 2 надо исключить фразу, где указано, что только адвокат может представлять интересы другого лица в суде. Все. Как он может считаться недоработанным, я так не понял. То есть надо было как-то по-другому исключить фразу эту или что. То есть абсолютно простая логика убрать адвокатскую монополию, исключив из конституции соответствующую норму. Но это как-то недоработано по логике Пипы. Второе альтернативные законопроекты. У вас есть возможность вносить альтернативные законопроекты. Вносите, как только соберете 150 подписей и вносите. Они будут рассматриваться. Никакой проблемы нет. И последнее это вообще просто разрыв шаблона какой-то. Она говорит, если мы отменим, то человек придется защищать самостоятельно себя в суде. да вопрос же не в том. Вопрос в том, чтобы монополию убрать. То есть вот раньше было как? Ну и сейчас. Человек может сам себя защищать и в основном адвокат только может представлять интерес. А хотят сделать так, чтобы человек сам, адвокат, либо иное лицо, специалист в области права, юрист, правозащитник, в принципе вообще кто угодно. Но это говорит, почему-то приведет удорожанию услуг адвоката. Почему? Если конкуренция вырастет, то есть фактически мы вернемся к тому, что было, но при этом возрастут цены на услуги адвоката. Пипа, войка, садись. И последнее это Климпуш сенсансно. Мы как комитет угвалили решение что необходимо и считаем задоценно свернутися до Европейской комиссии за демократию через право до Венецийской комиссии что до отримания висновку про відповідність проекту закону европейским стандартам та цінностям. Климпуш Цинцадзе сейчас возглавляет комитет по евроинтеграции. Вот она говорит, что они такое вот предложение выдвинули, чтобы отправить данный законопроект в венецианскую комиссию. При этом, когда у нас вводилась адвокатская монополия и законопроект попадал точно так же в комитет по евроинтеграции, то тогда комитет по евроинтеграции, как я вам говорил в предыдущем ролике, дал свой короткий вывод, где указал, что этот вопрос не касается приоритетных сфер евроинтеграции, либо же вообще касается каждой отдельно страны, которая входит в состав Европейского Союза. То есть они просто умыли руки и сказали, что комитет по евроинтеграции фактически не имеет никакого отношения к данному законопроекту. Мы не за и не против, мы вообще рядом стоим. А знаете, кто тогда возглавлял комитет по евроинтеграции? Ирина Герасченко, одна из таких боевых собратьев Петра Порошенко. Теперь комитет по евроинтеграции другой боевой товарищ Петра Порошенко возглавляет Климпуш Цинцанса. Но теперь почему-то в комитете по евроинтеграции совсем другая позиция. Нужно, оказывается, этот вопрос все-таки передать на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы они там дали ответ, а соответствует ли это высоким европейским ценностям или нет. Я очень надеюсь, что Венецианская комиссия, ну если передадут им туда этот законопроект, даст наконец-то конкретный простой ответ на этот вопрос, что ребята, этот вопрос является исключительной компетенцией вашего государства и нам вообще по барабану. Адвокаты у вас там будут, юристы, правозащитники, как хотите, так и делайте. Вот такое было рассмотрение, как я вам уже говорил, в итоге, понятное дело, его внесли, этот законопроект, в повестку дня и отправили в Конституционный суд для того, чтобы он дал свое заключение по данному законопроекту. Но что еще такое меня больше всего возмутило, наверное, так скажем, возмутило. Это то, что в законопроекте они хотят изменить только статью 131 с циферкой 2. А как же статья 59 Конституции Украины? Они ведь тоже ее поменяли вместе, ну вот, когда вводили адвокатскую монополию, тоже ее поменяли. В статье 59 раньше было написано, что каждый имеет право на правовую помощь, а сейчас там написано на профессийную правнычу, да? А дальше в других нормативных документах, в частности в процессуальных кодексах, прописали, что профессийно правныча допомога надоеться выключену адвокату. То есть непонятно, как вы убрав одну норму, вот эту вот 131 2, при этом оставите норму 59 и опять будет то же самое, или как? То есть в итоге такие недоработанные законопроекты. Пипа, наверное, все-таки была права. Ну, я не знаю, может, они просто потом нормы кодексов поменяют и пропишут, что профессийно правныча допомога это нечто другое. Ну, в общем, непонятно. одним словом такой вот интересный процесс происходит у нас. Он мне нравится, в общем-то, как юристу, потому что я всегда наступал против этой дурацкой монополии, но при этом есть другие законопроекты, которые, честно говоря, очень сильно возмущают. Я парочку из них, я думаю, скоро наберусь времени и терпения и вам тоже расскажу. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok